С первых секунд шоу эти мужчины показали свою силу богатырскую. Неспроста Дмитрий Терехов, Иван Чугунный и Александр Мурумский называют себя русскими богатырями. Богатыри эффектно надули резиновые грелки для размера огромных воздушных шаров, потом ловко управились с книгами. Несколько секунд и толстенные справочники желтой страницы взмыли в небо мелкими клочками бумаги. Затем Александр Мурумский продемонстрировал еще одну сверхчеловеческую возможность, признанную рекордом книги Гиннесса. Он свернул в трубочку одну сковороду, а потом и сразу две. По его словам, так удобнее жарить сосиски или хот-доги. Силовой рекордсмен России и мира признался, выступать на исторической родине Ильи Муромца ему приятно вдвойне. Совершенно приятно, это ощущение той вековой силы, которая присутствует в Муроме, воединение силы духа русского человека на Муромской земле, дань традициям знаменитого богатыря земли Муромской Ильи Муромца. Мне кажется, это замечательно, великолепно, это наполняет эмоциями, это выплескивается в зал, и хочется творить вместе, сворачивать горы и двигаться к светлому будущему. Русские богатыри являются обладателями пяти рекордов Гиннесса и одиннадцати национальных рекордов. Дмитрий Терехов, Иван Чугун и Александр Муромский вместе уже 12 лет. В команде уже есть, принадлежит 5 рекордов Гиннесса, 11 национальных рекордов. В этом году, 10 ноября, в Тольятти мы планируем оставить еще 2 рекорда Гиннесса, поэтому не останавливаемся. Вместо штанга специального спортивного инвентаря богатыри гнут в кольца железную арматуру. На глазах многотысячной толпы Иван Чугун сделал это при помощи своей главы. Другой участник шоу Дмитрий Терехов запросто разломал об коленку бейсбольную биту. После шоу этих богатырей много добротных вещей уже не подлежат восстановлению. Но, по словам Александра Муромского, эффект, который сильные люди оказывают на молодежь, стоит намного дороже. Мы вещи не переводим. Мы покупаем их на свои деньги, поддерживая отечественного производителя. Мы поднимаем экономику. А дальше, вы же видели, какая эмоция выплеснулась. Нельзя останавливаться только на физическом. Нужно говорить о том, что есть еще духовные вещи. И вот эта вот духовная волна, она накрыла. Сейчас уже 8 человек убежало из спортзала, 27 заняли очередь, 53 записалось. Остальные не знают, что делать, но уже определяются. И поверьте мне, до конца выступления они определятся. Многие, позавидовав физической красоте и силе Александра Муромского, наверняка задались вопросом, как стать похожим на этого человека. Однако сам силач, напротив, не призывает всех поголовно становиться так называемыми качками, отметив, что богатырем может стать каждый в своем деле. Нужно поставить цель и идти к ней. Не обязательно всем быть сильными. Но совершенно точно каждый может быть богатырем в своем деле. Поэтому для подрастающего поколения я желаю становиться богатырем в своем деле. Пробуйте максимальное количество всего, что только можно из хорошего. Пробуйте работать, пробуйте достигать, пробуйте себя в спорте. Вы обязательно себя найдете. Никогда не останавливайтесь. И это секрет. Секрет в том, чтобы поставить цель, а потом идти к ней. Если вы идете к цели, вы обязательно достигнете. Никогда не сдавайтесь и не останавливайтесь. И все у вас получится. Богатырей со сцены провожали бурными аплодисментами. После шоу силачи с удовольствием раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. С удачным выступлением артистов поздравили и глава Евгения Рычков, и председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев. Ольга Кирешина, Александр Ерофеев, Муромский, Меридиан.